Дорогие друзья, вы хотите подарить девочке подарок, но все очень дорого стоит, предлагаю сделать шкатулочку для колечек или, например, для сережек. У меня вот такая баночка из-под крема нашлась. И еще я собрала то, что мне понадобится. Это цветочки из атласных лент. На любое осмотрение, по вкусу и по цвету. Я взяла голубые. Вот такая бумажная тесемочка. Клей. И работать мы сегодня будем с бечевкой. Также нам понадобится этанол или ацетон, чем мы можем протереть хорошенько нашу баночку. Куда же без пистолета с горячим клеем. Ну а также на ваше усмотрение. Вы можете использовать всякие бусы и стразы. Ну а если нет бечевки, можно использовать толстые нитки, пряжу или вот такой кордаль. Также у меня цветочки покупные. Вы можете сделать для себя цветы из атласных лент. У меня есть такое видео, предыдущее из первых. Посмотрите, как делаются цветы из атласных лент. Очень просто и быстро вы можете сделать украшение из атласных лент. Я начну с крышки. И завязав небольшой узелок, нам нужно для начала этот узелок. Затяну, обрежу кончик. И начну заматывать розеточку вокруг этого узелка. Так легче сделать розетку. Если вам не так легко удается сделать это вручную, то можно прямо посадить каплю клея на нашу крышечку в центр. И начать приклеивать вот нашу розетку прямо здесь, на крышечке. Приклеиваем узелок. Промазываем клеем. Можно использовать клей, какой у вас есть быстросохнущий. Например, клей момент тоже. И прямо вот на крышечке мы начинаем закручивать нашу розеточку быстро, красиво, без особых усилий. И вот посмотрите, получается вот так. Итак, продолжаем заклеивать всю крышечку, промазывая клеем и закручивая, прижимая время от времени. Кто работает с горячим клеем, осторожно, клей горячий, девочки. Не обожгите руки. И так клеим до конца. Промазываем, прокручиваем, прижимаем. Сейчас, девочки, очень модные поделки из бечевки. Из бечевки делают всякие разные, не только баночки, например, тоже всякие разные вазы. Или, например, делают фигуры животных. В общем, используют бечевку в разных назначениях. И даже делают орнаменты, например, из отдельных склеенных деталей. Получается очень-очень красивое панно. Но мы сегодня делаем простое, что мы можем с вами, это вот такую шкатулочку для украшений. Ножницами я обжимаю, так что, чтобы не обжечь руки. И когда мы дошли до конца, девочки, где сплавно переходим на бок крышечки. Продолжаем аккуратно промазывать. И притягивать вот к нашему узору. Подтягивать к нашему узору, к нашему кругу. Чтобы оформить красиво край. Чтобы не было здесь просветов. Так. И продолжаем дальше уже проклеивать бечевку по краю крышечки. Она у нас плавно спускается. Вот так. И продолжаем так же проклеивать сбоку. Если у нас попал клей здесь, и вот пальцами его тяжело отодрать, то легкий способ просто потереть вот так вот туго-туго ножницами. И вы видите, клей весь сам облазит. Это легкий способ очистить от клея. Крышечка почти готова. Вот здесь вот видно край зеленый. Поэтому обязательно проклеиваем тоже этот край. Немножко наклонив баночку. Такие баночки можно найти у каждой хозяйки в доме. Не обязательно из-под крема, из-под чего-то другого. Тоже они маленькие и в хозяйстве всегда пригодятся. Так что собирайте такие баночки. Мы из них что-то будем делать интересное. Вот. И я заканчиваю делать крышечку. Получилась такая лохматая крышечка у нас. Бечевки тоже бывают разные. Бывают такие лохматые, как у меня, бывают более гладкие. Итак, крышечку я все обклеила. В конце поставлю каплю клея. И прижму опять ножницами. Теперь нам нужно обклеить баночку. Я смотрю, где мне начать приклеивать бечевку. Снимаю крышечку. И начинаю по выкупу куклой части приклеивать бечевку дальше по баночке. Девочки, если на бечевке попадаются вот такие вот связанные места, можно ее отрезать и соединить кончики аккуратненько где-то 3 мм друг на дружку или рядом. Ничего страшного. Поэтому, девчата, используйте такой метод, потому что вы не знаете, как она себя поведет. Вот, посмотрите, опять какой-то узел здесь у меня. Травали внутри. Вот, всю мы не можем просмотреть, поэтому можно склеивать концы. И так, опять я ставлю каплю клея. Провожу полосочку тоненькую. И приклеиваю бечевку. Ровно. И продолжаю по всей баночке клеить. Вот. Здесь нужно постараться не кривую линию вывести, а более-более прямую, потому что отсюда мы начинаем обматывать и обклеивать всю баночку. Линия должна быть достаточно ровной у нас, девочки. Доклеиваем до конца. И, как всегда, пошли мы уже по второму кругу. Слегка промазываем. И прижимая я бечевку немножко натягиваю, даю натяжку, чтобы она не болталась. И вот по второму кругу вот так соединяем с первым рядом. Ну, а клей, если будет выступать, там я уже показала, можно будет вытереть ножницами. Продолжаем проклеиваем. Проводим тонкие линии. Баночка наша тоже готова. Теперь мы приступим к украшалкам. Но прежде нужно покрыть хорошим акриловым лаком или клеем ПВА. И просушить. Промазываем на два раза. Я, конечно, это делать не буду, чтобы вам показать сразу, что я дальше делаю. Я возьму мои нежные бумажные кружева и приклею на баночку. Ровненько отрежу. И начну клеить. Клеить я буду уже прозрачным клеем, не горячим. Промазываю. Примерно по центру и прижимаю кружево. Подержу немножко. И продолжаю дальше клеить по всей баночке. Дальше промазываю. И прижимаю. Это бумажное у меня кружево. Но если вы тканевое кружево клеите, то немножко побольше клея, конечно, нужно. Я посмотрю, буду я клеить бусинки или нет. Мне нужно оформить крышечку сначала. Я имею в виду вот эти бусинки. Нет, все-таки я их приклею, девчата. Они самоклеящиеся. И я беру вот эту вот линию из бусинок. Ну и прям приклеиваю сверху на тесьму. Будет очень красиво. Все-таки это подарок для девочки. Я все время говорю, девчата, девчата. Мужчины, которые меня смотрят, вы можете тоже сделать такой подарок для своих девчат или женщин. Делается очень просто, быстро. Поэтому засучите рукава, подарите своей любимой такой подарок. Очень просто и быстро. Вот так. Вот красота. И вот так у меня получилось. Отставим баночку. Возьмем крышечку. Ну и здесь я приклею мои цветочки теперь. Чтобы было нежно и красиво. Итак, я приклеиваю горячим клеем теперь. Хорошую каплю клея ставлю. И прижимаю цветочки. Можно приклеить бусинки. Какие-то веточки. Посмотрим, что у нас получилось. В принципе, шкатулочка уже готова. Можно, конечно, и еще что-то приклеить. Это на любителя. Как вам нравится. Ну вот такая милая, изящная у нас шкатулочка. Сегодня получилось. Если вам нравятся такие поделки, делайте. Дарите своим милым, своим добрым друзьям, подругам, дочерям. Так что, как я сказала, возьмите, пожалуйста, клей и бечевку и сделайте такую баночку. Делается она быстро. У меня ушло полчаса на это. Полчаса вечером, когда вы еще не легли спать. Я думаю, что это немного времени. Сюда можно положить, конечно, все, что угодно вовнутрь. Но она у нас предназначена для бижутерии. Для колечек и бус. Итак, девчата, я говорю вам до скорой встречи. Всего-всего доброго и самого наилучшего. Буду ждать и скучать. Пока-пока.